Доброе утро! Я ищу в халате. Собираемся сейчас в школу, в садик. Потом я поеду к себе на курс. Сегодня у нас такой тяжелый-тяжелый день. Ну как тяжелый? У нас сегодня будет такой пробный тест. Мы будем сегодня разговаривать. Будем сегодня описывать картинки. Будем о себе говорить. Будут диалоги. Вчера у нас тоже самое было. Но, к сожалению, я чуть раньше вчера ушла с уроков. Но это были причины. Так, ну что могу сказать я вам? Завтра уже у меня будет экзамен. Честно говоря, если так сказать, то я чувствую себя не готова. Но 5 месяцев пролетели. Было очень классно. Вчера вечером я записала не очень большой влог, такой средненький. Потому что между делами вечером вчера сидела, я учила. Описывала картинки. Рассказывала сама себе о себе. Как-то мысленно проворачивала этот день. Всю ночь мне снился сон, что я опоздала на экзамен. Как опоздала? В конце экзамена я приехала. Почему-то не получилось у меня. Я потом плакала. Короче, всю ночь, не знаю, это всегда так. И даже когда я была в университете, мне всегда такое было. Что день перед тем, как сдаётся экзамен, вот так вот всё в голове, всё крутится, крутится. Сейчас хотела я вам показать. Клинушка принёс мне на роспись свою тетрадь по математике. Я хотела вам её показать. Не совсем тетрадь. Сейчас я переключу, чтобы вам было удобнее. Вчера писали они тесты и дали на роспись родителям, что это обязательно. Не знаю, как в других школах надо, не надо, но дали. Вот смотрите, 4 правильные из 5. 7,5 на 7,5. Это я немножко не понимаю, но тут всё правильно. Ну, с 7,5 до 7,5, наверное. Здесь идёт 2,5 из 5. У них же как-то тут всё пунктами, пунктами. 4 из 4, 5 из 5. Тут надо расписаться. Написано, что чуть-чуть ошибочек. И вот этот тоже лист, тоже было вчера. Это 5 из 5, 5 из 5, 5 из 5, 5 из 5. Вот такого дали ему Мишку. Написали, что ошибок нет. Что мой ребёнок умничка. Ну-ка, умничка, смотри на меня. Сейчас распишусь. Честно говоря, очень горда за Климушку. В прошлом году было немножко сложнее, потому что он не понимал, как что делать. Ну, понятное дело, изучал немецкий. Если это он мог, то вот это вот всё для него было интересно. Они объясняют на немецком. Климушку говорит, странно, да? Но сейчас он хорошо, да, понимает? Угу. Вот, так что побежим собираться, распишусь. Ой-ой-ой-ой-ой, Изабель, ты тоже заболела, что ли? Всё, увидимся позже. Всё, едем на курс. Изабель я отвела. Саша Климушку отвёз. Ермачок сегодня дома. Я вот в кофточке. Можно так и сказать, лёгкая куртка вот лежит. Что-то мне жарко. А, вот. Думаю, пока доеду, запарюсь. Ну, надеюсь, что я не простыла. А то если я простыла, что у меня жарко, то... То капец. Простыть не страшно, главное голос не потерять. Завтра экзамен. Да? Наоборот, лучше потерять голос, чтобы не разговаривать. Тогда они мне скажут, придите в другой. В другой день и пересдавайте. Так. Что хотела рассказать. А, вчера была я в садике. Пришли фотографии, те, которые мы фотографировались. Как вы помните, мы собирались на фотосессию. Фотографии получились очень-очень хорошие. Но, как обычно, есть одно но. Мы фотографировались всей семьёй. Потом фотографировались мы как... Ермачок, Климушка, Изабель. И ещё мы фотографировались Климушка и Ермачок. Так вот, что сделал фотограф? Фотограф сделал так. Четыре семейных фото, просто разного размера. Три, получается, два размера больших. И две фотографии разного размера. Где две фотографии одинаковые, большие. Там одна нормальная, другая чёрно-белая. Вот. Четыре фотографии стоят 20 евро. Далее. Четыре фотографии там, где Изабель, Климушка и Ермачок стоят 15 евро. Тоже разного размера. И четыре фотографии, где Климушка и Ермачок стоят тоже 15 евро. Если ты хочешь взять всё, то надо заплатить 50 евро. Но я сказала заведующей, что... Ну, а зачем? Я, если, может, хочу одну фотографию такую взять, одну такую. Мне не надо разных размеров. Мне просто надо, чтобы у нас была одна фотография семейная. Одна фотография хотела бы, чтобы вот как сестрёнка и два братика. И одна фотография, чтобы как два братика. Вот так. Можно я сделаю так? И заплачу там 15-20 евро, не важно. Главное, ну, не 50 евро. Зачем мне кучу одинаковых фотографий и отдать за это 50 евро? Это, ну, как это? Это большие деньги. На 50 евро можно, не знаю, можно неделю прожить, в принципе. Купить такое самое необходимое. Я имею в виду там, купить там кусочек мяса, картошки, овощей. И можно неделю жить. Вот. Она, на что она сказала? Она сказала, что она поговорит с фотографом, она ему позвонит, спросит, можно ли сделать микс, как это стоит. Потому что изначально, когда мы записывались на фотосессию, нам было сказано, что за 6 или 7 фотографий, не помню уже, всего лишь всё вместе будет 25 евро. А тут он наделал другие фотографии совершенно, не по тому прайсу, по которому нам показывали. И совершенно другие фотографии получились. Вон, как у Ермачка, фотографий дофига. Я отдала всего лишь 20 евро. Вот так бы меня вполне-вполне устроило. Ну, посмотрим. Фотографии клёвые, но не знаю. Как заведующая поговорит, так и будет. Что-то ещё хотела сказать. А, кстати. Я записывала давно видео. Наверное, месяц назад, может быть, полтора назад. О своих покупках на осень. И забыла его закинуть к себе на страничку. После этого видео выйдет. Видео с покупками на осень. Хотя сегодня первый день зимы. Хочу всех поздравить с первым днём зимы. Вот. Хотела сказать ещё в 777 большое спасибо за поддержку. Писали там, что мне удачи на экзамене. И вообще много-много приятных сообщений. Очень чувствуется ваша поддержка. Я когда читаю такие сообщения, мне прям как-то, не знаю, на душе прям очень тепло. И хочется ещё больше снимать для вас видео. Конечно, охота снимать видео бы получше. Получше качеством. Получше, не знаю, больше показать видео, немало. Но в данный момент времени вообще нет. Даже времени нет вообще телевизор даже смотреть. Времени пока нет. Надеюсь, что чуть попозже появится больше времени и буду больше времени уделять качеству. Качеству видео, информативности видео. Сашеньку буду больше в кадре показывать не за рулём, а так как он дома находится. Да, Сашенька? Саша, не надо. Вот. Так что едем мы сейчас меня провожать. Взяла я пару тетрадок с собой. Конечно, они не нужны. Но в этих тетрадках записаны очень важные фразы для описания картинки. Если получится, я повставляю в это видео. Для кого, может, это будет хорошей информацией. Кто-то это знает, кто-то это не знает, кто-то готовится к сдаче экзаменов. Я вставлю. Вдруг вам это пригодится. Перепишите. Выучите. Так что едем. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...